Всем привет, друзья! Как вы помните, в прошлый раз мы с вами порвали роман с Дейроном, а нам роман с эти Арушалай не дают. Знаете, вот эту всю шляпу соберем, потому что нам все равно сейчас бежать обратно в город, и, коли мы окажемся в таверне, мы всю эту шляпу и продадим сразу. Значит, она тут лежит и вызывает негодование. Но я бы, на самом деле, все равно бы отдохнул после всего, что там случилось. Бой был не из легких, конечно. Дворюга крепкая, я не представляю, как на максимальных сложностях народ ее побеждает. Там, наверное, у народа и по-типу оптимальнее заметно. То есть это я как бы шапками закидываю. Ты хороший человек, Зоси. На меня мучают мысли о том, как я сломала бы тебя, как уничтожила бы. Посмеялась над своей добротой. Я чувствую, что виноваты перед тобой. Я знаю, что Арушалай так бы поступила. Но ты уже другая. Я вижу это. И доверяю тебе. Ну, разговоры двух добрых персонажей немножко даже омерзительные. Ну, прям такое добро-добро, которое прям вот уф. Ну, Зоси, в принципе, я говорил, да, что он слишком добрый, чтобы быть интересным. Хотя у него есть свои демоны. Это несказанно радует. Не будь у него демонов, все было бы совсем печально. А мы с вами отправляемся, опять же, нашим турбосоставом. Наверное. Ну, и настало время нанести визит к Минагу, но тут есть некто знакомый. Халфлинг с жуткими ожогами на лице и неестественно алыми глазами, без белков, кажется подозрительно знакомым. Покопавшись в памяти, вы вспоминаете это лицо. Это тот самый рыдающий бедняга, угодивший в логово висковоров и левшившийся там зрение. На его счастье, вы подоспели на помощь вовремя и вытащили его из той расщелины, однако лишь для того, чтобы он забрался в еще более опасное и жуткое место. Кто-то такой. Халфлинг подозрительно изучает вас своими устрашающими красными бу... буркалами. Голос его звучит вкратчиво, а рука незаметно скрывается под одеждой, где без сомнения припрятано какое-то оружие. Меня Сэм Кроу зовут, а ты кто? Не узнаешь меня, это я спас тебя от висковоров. Несколько секунд Халфлинг потрясенно молчит, а затем начинает возбужденно голосить. Из жуткого глаза выкатывается кровавая слеза, видимо от избытка чувств. А я-то думаю, вроде знакомый голос, но где же я его слышал, ума не приложу, так это вы были. Вот это неожиданно, вот это здорово. Я ж тогда со всем жизнью распрощался, а вы меня за исподнюю смерть и спасти выхутили. Я даже рассчитаться за это с вами не успел. Как в себя пришел, оглянулся, а там крестонос ссадни вокруг. Первая мысль догнали и повязали псы благочестивые. То, что охраны нет, а ков, это я уже потом сообразил, когда деру дал. Голова дурная была, в жар бросала постоянно, а со спасителем своим я так и не повидался. Но теперь-то уж я никуда от вас не денусь. Вот, примите, не побрезгуйте за то, что пройдоха Сэм Кроу. Живой ходит, а не скелетом в той камере валяется. Все, что есть, возьмите. Калфлинг настойчиво пихает вам в ладонь мешочек с какими-то магическими амулетами внутри. Получен испепелитель. Что с твоими глазами? Я ж тебя исцелил. Калфлинг мрачно хмыкает. Да дрянь какая-то там осталась от висковоров. То ли слизь кислотная, то ли яйца эти паскудники отложили. В общем, на седьмой день левый глаз помутнел, а на девятый в правом день какая-то завелась. Шевелилось все. Не лекал и в блаженстве битвы старые глаза оттяпал, и это пришел. Я теперь и во тьме кромешной вижу, и тепло различаю, и еще много всяких штук. Великий мастер тот целитель, хотя и безжалостен. Как-то оказался в той расщелине. Как крестоносцы начали наших кинобросить зачищать, я понял, пора сваливать. Все душастые летят, узнаватели из-за длинной стражи искали да расспрашивали. Как это бафомецкие культисты так ловко в город пролезли и удар нанесли, а половина нашего от подполья книжники. Одного ссап и на остальных выйдешь. Ну, я схватил ноги в руки и к своим. Жаль, проводника нормального найти не удалось. Вот я и вляпался в это логово висковорья. Почему-то испугался крестонос. Я пока из киноброса драпал, все никак не мог из головы выкинуть образ той виселицы, на которой меня вздернул за предательство. Я ж че только не делал. И письма от госпожи Минага в город протаскивал, и культистов под видом купеческой охраны в доме своем укрывал, и факсона в башню Эстер отправил, и для господина Зантера информацию про библиотеку Черное Крыло собирал. Первую ночь кто указал демонам, где казармы крестоносцев? Я! Их там всех сонными да бездоспешными порешили. Когда в сердце защитника сопротивление собралось, кто об этом пронюхал и донес? Опять я! В общем, на таких гонцах и лазутчиков, как я, все там и держалось. И вздернули бы меня крестоносцы за это с превеликим удовольствием. Какая же ты сволочь! Столько хороших ребят из-за такой падли, как ты, погибла. Сила сжимает кулаки, в ее глазах горит гнев. Эй, она оттранулась, что ли? Уберите от меня, умалишенную. Она же меня покалечит. Зачем ты работал на демона? Ради мажеских знаний я всегда любопытен был без меры, особенно до волшебства. Когда книжек магических пустили, так я совсем удержан не знал. Ну вот и связался с одним типом, который разные запрещенные книжечки почитать давал. Это потом я узнал, что он в учениках у самого Зонтира Чомы ходит. Вот этот мужик, конечно, головастый. Так что я, к чуме, тоже в ученичество попросился. Так и выбрал сторону. Как тебя в бизнес занесло? Хелфинг лукаво ухмыляется. В сочетании с овалыми глазами это смотрится жутко. Да так же, как и вас. Прячусь я тут. Вы ведь тоже из наших из бафометского подполья. Я прав. Иначе, что бы вам здесь со мной в этом крысятнике сидеть, а не галорионе биться? У меня глаз наметанный. Я и нашего брата-культиста заверстучиваю. Сам Кроусом удовольненно улыбается. Гордясь собственной проницательностью. Ну, я пойду. Берегите себя. И забывайте, что это вам не галорион. Тут порядки пожестче. Тянет его убить, конечно, но я удержусь. Все-таки... Все-таки надо как-то это... Соблюдать нейтралитет на нейтральной территории. Понимаю, что это не есть прям хорошо, но и это не сказать, что бы, наверное, плохо. У нас тут вдохновляющий лидер, кстати, да. Помним, что наш персонаж вдохновляет всех. Ну и... О, мы даже портал бафнули с вами. Нормально. Настолько сильный баф, что даже портал и мап баф. О, он и не так и не прошел магический доспех, но мы его еще раз кинем. А вот эту штуку тоже перекинем. Здесь у нас невесомая броня. И освещенное оружие, допустим, лану. И арушалаечки. Потому что мы с вами планируем идти бить в морду гражданина Уминага. Точнее, граждан. Вот. Дэйрон бафает вот эту штуку, и мы в целом с вами готовы. Единственное, я бы влез опять на висмута. А? Во. И пошли отсюда. Молодцы. Вроде все. Ну, я имею в виду, вроде все в плане бафа. И, кстати, у Нэнио теперь появился вот этот вот дверь в пространство. Точнее, не вот это вот, а вот это вот. Она могла бы куда-нибудь сюда прыгнуть и попытаться еще что-нибудь полутать. Вопрос, насколько это ей удастся, и есть ли здесь что-нибудь стоящее. Ну, здесь, в принципе, что-то есть на крышах. Но пока давайте, наверное, разбираться с тем, с чем можем. В частности, эта гражданочка Минага. А к ней нам куда-то вот сюда, да? Ага, мы с вами откнемся вот здесь, в стену. По всей видимости. Но, может, оно... А, ну, как-то трансформируется живого. Прелестно. Так. Эй. Эй. Куда? А, вот так. А если мы встанем на эту штуку, у нас вверх не подымет? Занятная перспектива. А что, тогда мы сможем? Да ничего, мы сможем. Ну, ладно. Итак, убежище Минага. Ай. Почему народ сюда бежит? А где мы? Поесть. Ой. Так, ребятки. Сюда? Сюда нам, не сюда. Кажись, сюда. Вот мы и пришли, в общем-то. Дорожи, тварь, мы за тобой. И все. А, видимо, основное вот здесь все находится. Пошли. Это он, не подпускайте его ко мне. Убейте его, я заплачу вам вдвое больше, втрое. Слышали, что говорит Лилиту? Прикончим этого смертного. Ну. Это оптимистично. Так, там вот, кстати, гаденыш стоит. Его бы каким-нибудь блестками обдать. Ну, либо мы можем вот так сделать. Смехуечек пустить. Не, смехуечек не зашел? Тогда вот так. Ага, инкуб все-таки пошел к силе. Ну, хорошо, ладно, а на танк. Ну, так, у нас быстрый выстрел. Фу, быстрый, да. И убийственная метка. Короче, все, что можно, мы заюзали. Сколько? Пять атак. Хорошо. Ой. Ой, господин рейнджер. Господин рейнджер очень быстро не стал. Усыпил у нас. Дрянь такая. Ладно, убийственная меткость, кстати. Во. Ни фига. Дыраниссим. Решил не попадать. У-у-у-у. У-у-у. Это первый вражеский лучник, который нам смог на сандалии. Такого еще не было. Странно, что сама Минага во всем этом представлении особо не участвует. Ладно, силушка, давай. Колбась. Тут что-то вообще дикое творится. Сколько же их там, а? Ладно, Марком встает. И что, давайте еще попробуем веселье запустить. Нет. Никому не весело. Благо, силу не слегла. Попробуем вот этих вот. А, нет. Тогда, ой, вот так. Бум. Проснулся и тут же обратно спать. Ладно, а если стрельбу вблизи отключить? Во. О, хорошо. И Дейрон опять получается в роли спасителя. Восстановление высшее. Не, не оно. У нас тут было какое-то излечение. Излечивать 10 здоровьев. О, за уровень заклинать. Именно это я и хотел увидеть. Совсем другое дело. Уф. 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 Да, если бы мы этого не сделали, сейчас бы силушка у нас лежала бессознанно. Хорошо. Раз они так играют нечестно. Стихийный аудитор. Да нет, давайте вот это вот тянем. Ага. Но один не спас бросаться. Один не смог. А, силушка. Давай. Понятно. Уф. Так, Маркан, ты как, пришел в себя? Маркан приходит в себя вновь и вновь пытается как-то это развлечь всех. Но никому не весело. Ага. Блин, маскировку надо было с гады снимать. Ага. А, Лан. Может быть ты? А давайте вот так вот сделаем. Ну. Не прет. И кажется, заклинание исцеления, которое мы в прошлый раз потратили, снова летит в силушку. Во. Фуф. А. Ай. Ай. Уф. Ай. Сволочь. Сила, давай. Колбать. Сил что-то пнющий, холбасик. Нэнио. Давай еще разок, а? Тут есть безумие на одного врага, но мне кажется, иллюзорно. Хотя, где брызги у тебя есть цветные? У нас точно где-то был свиток. Я вот практически на 99% уверен. Нет, не цветные брызги, а у нас еще такой же свиток был, который типа врагов делает видимыми в такой ситуации. Не стихийный аудитор. Он просто так же выглядел, но кажется у нас этого заклинания нет и кажется его надо бы выучить. Ну ладно, тогда как бы вспомним, что лучшая защита от нападения. Вот. И еще раз иллюзорное разложение им кинем. Уф. Ай, силушка. А, я вспомнил, у нее же это. У нее же есть черта. А, ну сейчас мы вам чертяги устроим. Зов какофония. Ну-ка. На кого-то даже зашло. Так, Арушалай, попробуешь попасть в стопки, а? Че-то... О, наконец-то. Алан свалился в сон. Фу, я так чувствую, что излечение сейчас у нас все закончится. М-да. Ну. Уф. Ну что ж, ты будешь... О чем мы ее лечим, кстати, если она ниже одного хп, все равно несколько раундов опуститься не может. Надо было пальцем указать на гада. Вот че, я пропустил. Хорошо, убийственный фантазм может его уже прибьет и все. Нет. Ну, это было, знаете, оптимистичное мышление. Так. Хорошая способность, да, что нас нельзя прибить таким раком. Хорошо. Угу. Мерцание. Мерцание. Оно чисто на нас. Ой. Иногда надо читать описание заклинаний все-таки. Хорошо, давайте убийственную меткость отключим. Да, что-то надо было с маскировкой сделать. Там еще Минажина нам это добавляет проблем. Сила 1 хит-поинт. Ее опять на 1 хп опустят, да? Не, смотрите, в этот раз чуваку на броски не везет. Так вот, мы с вами хотели сделать вот это. Вот, чертяга. А, так. Что у нас тут есть? В этом арсенале может безумие кому-нибудь кинем? Минаж, например. Нет. Нет. Уф. Так. Хорошо, Маркан. Давай попробуем еще пошутить все-таки, а? Не удалось. А вот Арушалай, что-то это не в себе. Ладно, Дэйрон. Дэйрон, Дэйрон, давай посмотрим, что у тебя из других исцелений есть. Эээ, уничтожение. Ммм, а может, давайте попробуем вот так? Я что-то не ожидал, что здесь будет такой хардкорный буй. Я бы хотя бы ускорение бы кинул. Не, ну, серьезно. Ныне, что у тебя по свиткам? Вызов молний. Длительные заклинания. Они нам не нужны. Эм, такс. Ладно. Раз вы так, сволочи. Все-таки, где наш стихийный аудитор? У нас точно было еще сколько-то штук. Я еще в прошлом бою подмечал, что у нас не все мы израсходовали. И что-то еще есть, типа порох в пороховницах. Вот он. Давайте. Ну-ка, на. А? Нельзя. Давайте ускорение. Лучше поздно, чем никогда. Лети! Я так чувствую, сейчас отбой мы будем переигрывать. Ну, у нас зато маскировка есть. То есть, тот случай, когда Марком танкует гораздо лучше, чем все остальные. Хорошо. Хорошо. И, так, у нас тут есть призыв чувака. Самое время, наверное, призывать. Хорошо. Опа! Лучник дикая охота. Обалдеть. Так. Аршалаечка вся не приходит. Но, правда, лучнику дикая охота достается. А что ж, дрянь такая. Я так чувствую, что, наверное, настал момент, когда надо диспылить магию просто. Эхо-локация. Нет. Не эхо-локация. Хорошо. Может, тогда действительно это? Молебен. Во! Молебеном попали. Ланс я еще не пришел. Тут гаденыш Маркана настреливает. Но Маркан нормально держится, к счастью. На него. Давай. А рассеивание магии у тебя было, помнишь? Так. И, наверное... Прыцельное. На. Удалось рассеять кошачью граду. Ну, хоть что-то. Ладно. О, там двор в себя пришел. Хватит такая. Так. Маркан, что с тобой? Что ты можешь? Мы можем, конечно, призвать среднего элементаля пива. А с другой стороны дыхание из монет. А, золотые монеты. Здорово. И, да. Что-то у нас всех, короче, атакующих просто-напросто срубили. И мы теперь сидим и ждем, когда нас добьют. Типа. Ну, типа. На. О, 27. Что с тобой, Вась? Вась. А? Сон. 40 секунд. Да не, ну... Это пипец. К счастью, возможно, эта дрянь от нашего персонажа еще и убьется. Такой вариант тоже возможен. Знаете, вам еще одно иллюзорное разложение. Не самый битвый. Не самый простой бой, кстати. А, не можем, да? А стихийный аудитор? Не можем. Тоже не можем. Здорово. Хорошо, а диспела мало. Диспелов мало. Фербол зато можем. Не можем. Угу. На него. А убийственный фантазм может. Но он не заходит, естественно. Сила там лежит ни жива, ни мертва. Вот этот гаденыш постреливает в нас. Ладно, Марк. Давай тогда призовем элементале пива. Посмотрим хоть что-то такое. Яс! А-а-а. Ну, типа, просто водный элементарь. На практике. Дерн, а вот есть какое-то пробуждение там, не знаю. Может, ты можешь своих атаковать? Типа, кастатриас на лазу. Черт. Ого. Там внезапно появляется длони наследницы? Ха-ха-ха-ха. То есть, его, видимо, задолбало. Это вся история. Он такой, ну, я сейчас вам покажу. Ну, ладно. Я, в целом, наверное, не против такого расклада. Ай-яй-яй-яй-яй. Только же отдыхали. Ага. Ладно. А кислотную стрелу не может. А выстрелить? Ничего не может. Хорошо, на него. А что у тебя есть из таких скиллов? Типа, ослепляющий луч? Нет. Судя по всему, она немножко в паутине, да? Да, она в паутине. Эээ... О, здорово. Хорошо. А вот куда-нибудь сюда? Вот куда-нибудь сюда можно. Во. Как минимум, одному зашло. О. И висмут у нас встал, наконец-то. Да. Нормально так ресурсов потратили. О, длайн-наследница. Спасибо тебе. Давайте попробуем разобраться вот с этим гадом. И с разбега прямо на него, короче, влететь. Ну, естественно, маскировка. Маскировка уже задолбала. Висмут как встал, так и слег. Хорошо. Постотряс на лан. О, наконец-то. Лан проснулся. Лан проснулся. Вставай, Соня. Вот. Нэню. А у Нэню есть какой-нибудь небольшой урон? О, у нее есть ледяной луч. О, а Рушалай при этом тоже проснулась. Ну, то есть мы ее немножко подморозили. Даже в итоге не подморозили. О, а Рушалай! Интересно, так во всех боях будет, которые затянулись? Типа, к нам на помощь придет блайн-наследница. Было бы прикольно, конечно. Маркан, наконец, попал. А, Рушалай, заходи. А, не стесняйся. Может, даже выстрелить. А, хорошо. А, без стрельбы вблизи, может... Ну, так. Ой. Угу. Да. Вот ты сейчас хорошо подумала о том, что ты сделала? Ты не сможешь проживаться. Сегодняшний. На него. Стихи на аудит. Ай. Так, там чувак лежит. Лань. О, я лань молодец. Лань вообще респект. А мы можем вот этот добивающий удар. На. Ну. Ха-ха-ха. Хорошо. Почему я раньше не ее забывал, а? Так, стрельба вблизи. И... На. Ага. Ой, 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 ой. Злая. Злая. Посмотреть на нее. Вообще. Так. Ну-ка, Дейрон. Давай-ка вот это вот. Исцеление. В исцеление. Ага. Давайте, может, ослепляющий луч попробуем на Минагу кинуть? Нет. Не зашел. Длань, лечи. О, хорошо лечит длань, однако. А что ж. Мне понравилось использовать добивающий удар. Ну. Готов, красавчик. Так, хороша лай. Ну, давай. Добьешь? Не добила. Из-за этого Лан пострадал. Ну, Лан. Тогда ты. Готово. Да что ты такое? Взвизгивает демоница. Пятись от вас на дрожащих копытах. Не убить, не обмануть, не сбежать. Даже здесь бездня. В ее голосе слышен плач. А по безглазому лицу из клейма Бафомета текут красные капли. После всего, что ты со мной сделала, я, наверное, должна была бы злорадствовать, глядя на твое падение. Но знаешь, не выходит. Я не рада, что с тобой так поступили, Минага. Скажи еще, что тебе меня жалко. Что ты меня прощаешь. А? Думаешь, мне есть дело до мнения подстилки смертных? Безглазое лицо Минага обращается к вам. Ходят слухи, что эта продажная шкура захомутала тебя, как я когда-то с Тонтона. Я не верила, что ты окажешься таким идиотом, чтобы клюнуть на нее. Что за знак у тебя на лице? Лицо Минага искажает гримасу ужаса и ненависти. Метка. Метка Бафомета и твоя. Он заклеймил меня. Мой господин заклеймил за провал дела в Кенабресе. Забрал мои силы и изуродовал лицо. Эта дрянь постоянно болит. Он сказал, метка будет со мной, и я буду истекать кровью, пока не пролью кровь того, из-за кого потерпела крафт в Кенабресе. И Нага облизывает губы и криву усмехается. Вот если бы ты пожалел бедную демоницу и дала бы мне принести Лорду Бафомету твою голову, моя боль бы прекратилась. Дала. Почему бы наш персонаж снова женщина снял? Так значит, ты будешь мучиться, пока не убьешь меня? Да. Но как мне это будет было сделать, если клеймо лишило меня половины моих сил? Я не могу выполнить то, что от меня требуется, просто не могу. Я никогда не верну расположение Лорда и Хибзамиры. Расскажи о тех, кому ты подчиняешься. Я служу Лорду Бафомету, великому обманщику, который обвел вокруг пальца самого Осмодея, князя Тьмы. Он жесток, мой Лорд, жесток. Властен, хитер и неудержим. Вторжение в твой мир начал Дискари. Но без помощи моего господина ему с его ордами саранчи ничего не светило бы на Галарионе. Демоны Дискари умеют только жрать и убивать. Мы, служители Бафометы, идем иным путем. Самым скользким, самым подлым из тех путей, которые можно проложить. Сотни лет я была одной из лучших служительниц Бафомета. Сама Хибзамира и его любимая дочь и жрица приблизила меня к себе. И посмотри, чем кончилось мое служение. Я вою от боли, когда никто не видит. Стелюсь перед ничтожными тупицами и безмолвными солдафонами. Умоляю о пощаде смертного. Ну, знаете что? Не, что-то она отношения свое так и не поменяла. Больше ты никуда не убежишь. Демонам Лилиту отведено особое место в моем сердце. Обожаю смотреть, как они умирают. А уж смерть этой твари я буду вспоминать с удовольствием и на собственном смертном адре. Прощай, Минага. Ладно, ладно, убивай. По крайней мере, не придется больше бегать. А вот и все. Уровень. Надо же. Уровень. Красота. Давайте, чтобы лишний раз не отдыхать, но что-то мы с вами прям реально заспались, да? Вот это вот кинем вот сюда. Девчонки, приходи в себя. О, отлично. И наш персонаж... Не, не наш персонаж, тот же ДРМ. Используя низкоуровневые схилки, А силу нашу вернет в подобающее состояние. Но лавлав очень приятный. То есть, пригодится он нам определенно. Я думаю, один, да, один спелл мы оставим на следующее благословление, когда оно нам понадобится. А пока что вот так. Ну и понеслась. Силушка. Паладин. Здесь подвижность, знание магии, убеждение. Жестокий удар. Совершайте одну аддаку, нанося дополнительный урон. Уу. И избавление от проклятия. Хорошо. Лан. Лан, лан, лан. Так. Атлетика, знание, религия, внимание. Текс. Ну, что у тебя тут есть? Двужильный. Но он доспех не носит. Живучесть, кстати. Я совсем забыл. Кулак стихии, все фигня. Ммм. Обращение с особым простым оружием ему не нужно. Создание свитков нафиг нужно. Универсальный метатель тоже это. Эксперт. А, эксперт. Ну, нет. Нет, давайте... Стиль журавля. Не, нафиг оборонительное сражение. Он у нас, это... Атаковат. Тогда живучесть. Хорошая тема. Будет больше хитпоинтов. Хорошая лайка. Рейнджер, лазурчик. Стриндж. Безудержный натиск. Да? Когда по одному врагу. Заклятый враг. Демоны резни. Хорошо. Демоны магии. Хорошо. И Нэннио. Маг гений свитков. Но у него вообще ничего не происходит. Укрепленное заклинание. Избирательное заклинание. И... Шок. Дэйрон. А у Дэйрона происходит еще меньше, кстати. Преодолевающая магия плюс. Усильное исцеление. И блеск славы. И воскрешение, кстати. Вот это приятно. Ну, и наш персонаж, танцующий с демонами. Чем тут получаем-то? На пятнадцатом уровне. Дары ярости. О! Здорово. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. А, сокрушительный удар? Не знаю. Со штрафом я не хочу атаковать. Бой верхом. Бой верхом. А давайте, кстати, раз уж... Хотя волшебный хвост тоже прикольно. Стоп. А может быть у нас есть какая-нибудь типа метамагия. Повышенное заклинание. А у нас есть улучшение магии какой-нибудь? А? Эксперт. Вот тут все с дизлайками, но все-таки. Типа улучшенный критический удар. Топор. Почему нет? Кстати. Типа двуручный. А, у нас уже он есть, кажется, для нашего двуручного топора. Ладно. Хорошо. Насчет магии все-таки. Разрушительное рассеивание нет. Несокрушимое ездовое животное. Метамагия. А все-таки где у нас повышенное заклинание? Нет. Укрепленное, усиленное, ускоренное. Любимая стихия. Любимая школа магии. И это у нас очарование. Правильно же? Да. Так. Дальше. Дары ярости. Бесстрашная ярость. Нет. Бестиальный тотем низший. Нет. Запах. Хм. Нет. Хотя. Слепое чутье, по сути. Небесный тотем. Ммм. Оборонительная стойка. А, во время ярости. Снижение урона плюс. Ммм. Во. И из заклинания. Что мы хотим? Ддддд. Исцеление легких? Да? Нет. Жатва радости. О. Все союзники освобождаются от вредоносных эмоциональных эффектов. И исцеляют урон интеллекту, мудрости и харизмы. Хорошо. Хорошо. Ну и я бы заглянул в книгу заклинаний на него. Посмотреть, что мы там получили. Сокрытие разума. Ммм. Ну, допустим. Слово силы шок. Заклинание не действует. 50 или меньше здоровья. Так. Вы произносите слово силы, которое мгновенно вергает шок. Одно существо по вашему выбору. Ну, хорошо. Давайте. Раз. Два. Три. Четыре. И парочку сокрытия разума. Просто у нас больше ничего нет, по сути. Так. Так. О. Ну, вот тут еще. Ледяная тюрьма, кстати. Нормально сойдет. Здесь больше ничего нет. Тын. 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 Хорошо. Ну, и финально полутать может. Раз уж мы тут, да. Кстати, на висмута было бы неплохо залезть. Которого наверняка опять раздели. Я прав? Я прав, скорее всего. Каждый левелап у нас висмут оказывается голеньким. Ну, что поделать. Наручи защиты, кстати. О. Наручи защиты можно на висмута надеть. Вот чего. И вот это его было. Корону, ладно, так и быть. Пояс ловкости и по сброске. Ну, плюс пять к защите висмуту, кстати, прикольно. Вот что-то я об этом не подумал. Ладно. Давайте лану отвлечим тогда еще. И будем наслаждаться все-таки полутом. Лану досталось, но нормально. Он теперь у нас стал плотнее. В следующий раз будет лучше все. Так. Ну и... Ага. У Минага традиционно тут, я так смотрю, это... Не обошлось без ловушек. Но, к счастью, у нас есть кто-то с плотовством. Да, спасибо тебе. Икс и тут. Икс. В общем, всякой полезности награбили. Ну, не то чтобы награбили. Вряд ли Минага это укрытие еще пригодится. И давайте-ка от старого к новому и насладимся тем, что нам досталось. А нам достались малые наручи стрелка. Бонус мастерства плюс один к атакам луком. Хорошо. Плащ устойчивости плюс три, плюс два. И в челюсти, а сколько? Плюс три. А у кого-нибудь есть фиговенькие плащи? Плюс два. Вот. На нем. А далее. Амулет могучих кулаков плюс три. Это у нас вот сюда идет. Кольцо защиты. Опять же, плюс три. Силушка у тебя сколько? Плюс два, но... А, ну да. Ну-ка. Ага. Хорошо. Далее. Пара арбалетиков. Тяжелый арбалет плюс три. Обалдеть. Орудие убийцы-вредители. То есть... Но здесь у нас они уникальные. Все-таки я бы не стал. Там бонус урона не такой большой. Хотя плюс один к попаданию. А вот композитный длинный лук. Сияющий. Возможно, девчули и зайдет. Да? Этот быстрый, правда? Нет. Тот круче. У нее круче. Тогда ладно. Пошли наружу. Так, а здесь трактир не повезло. Гнилая попрошальня. А, у нас несколько входов трактира. Нам с вами, получается, надо найти эту гладиаторскую арену. Которая где-то тут в городе есть. Возможно, мы стали к ней гораздо ближе. Но, знаете что? Пожалуй, на этом мы с вами этот эпизод и закончим, а продолжим уже в следующий раз. Всему спасибо Миша Лебедева, Андрею Фиолетову, Евгению Глебу до Хармса. Просто я иду Антону Цару, Глебу Сахару, Юджину Вольну, Арнок Мэйт, Алексею Смирнову, Сергею Кайну, Бараррату, Мадзодаре, Храпчук, White Rabbit, Уроки, Бальбова Кирилла, Алехина, Элдминс. За то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что вместе со мной проходите игру. Ну, и мы увидимся в следующий раз. А пока на этом все. Удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok